Почему мужчина то пропадает, то исчезает, то появляется? Есть ли смысл с этим бывшим вообще что-то пробовать? Или с текущими отношениями? Или лучше забить, лучше точно поставить точку? Она, женщина, приют. Это кто такая? И даже если ты мне будешь звонить с другого номера, я не буду с тобой разговаривать. Как только я услышу твой голос, я просто буду спокойно ложить трубку и блокировать новый номер. Все. Ты спрашиваешь, а почему мне врут? А я не хочу его возвращать, он сам возвращается. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прямо сейчас мы разберем наболевшую тему. Ведь вы задаете очень часто этот вопрос мне в инстаграм, на почту и всевозможное, где только можно мне написать. Почему мужчина пропадает, то исчезает? Давай глобально, по-честному. Потому что ты ему не нужна. Потому что мужчине, которому ты нужна, он, если пропадает и исчезает, то он как-то это объясняет, что смотри, у меня сейчас тяжелый период, у меня бизнес-вопросы. Я пропаду, все, я их решу. И дальше мы будем вместе взаимодействовать. Но если это происходит постоянно, регулярно и на долгие периоды, значит, первое, либо ты ему в принципе неинтересно, не нужна, либо есть вторая версия, что он женат. Да, он не свободен. Или женат или у него есть девушка. И с тобой он связывается только лишь в удобное для себя время. Кстати, если ты хочешь понять, есть ли смысл с этим бывшим вообще что-то пробовать или с текущими отношениями, или лучше забить, лучше точно поставить точку. Если ты хочешь понять, как строить по-настоящему счастливые, классные, офигенные отношения, если ты хочешь понять психологию мужчин, психологию отношений, если ты хочешь себя еще больше понять не только как человека, но и как женщину, тогда прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Действуй и до встречи. И есть третий вариант. Она женщина-приют. Это кто такая? Это уже больше характеризуется девушкам, которые были в отношениях с мужчиной. Потом они то расстаются, то приходят, то он ее там бросает, то он возвращается. Так вот, эта девушка-приют, которая когда-то рассталась со своим мужчиной, вы знаете, она живет прошлым, она живет прошлыми сожалениями, она живет прошлой жизнью, она замужем за прошлыми временами. Ей всегда можно написать, ей всегда можно позвонить, пообещать что-то хорошее и заняться ностальгическим сексом. Ей можно пообещать, что все, сейчас все будет по-новому, и она обязательно тебя примет. Ей можно навешать лапшу, что-то пообещать и возвращаться к ней сколько угодно раз. С ней можно быть тираном, она тебя бросит, а потом пообещать, что ты изменился, и она снова тебя примет. И так можно постоянно повторяться. И главное, что к ней можно всегда возвращаться, почему? Потому что она никого нового не находит. Она пассивна, она не особо действует, у нее куча есть других оправданий. То есть, это женщина-приют. И да, прости, что я в какой-то степени немножко стебу, кажется, может быть, даже, что я обвиняю тебя, кажется немножко, что я даже, может быть, хочу тебя обидеть. Но это моя задача, знаешь, тебя торкнуть в твое сердечко и сказать, что так не надо, что это не очень хорошая жизнь, быть женщиной-приютом. И в моем понимании, что если ты рассталась с мужчиной, то нужно ставить точку, а не запятую или троеточие. И если ты понимаешь, что тебя даже поздравление с днем рождения от бывшего или от тебя ему поздравление возобновляет какие-то чувства к нему, то, может быть, не стоит это. И мое убеждение такое, что расставание – это когда я ставлю полностью точку. Это когда я прошу прощения у человека за все плохое, что я причинил, благодарю за все хорошее. Это когда я человеку выражаю веру в то, что у него все будет круто, я делаю это искренне и ставлю точку. Это когда я не захожу в соцсети, когда я не пишу смс, когда я не пересматриваю фотографии и когда я не занимаюсь никакими ностальгическими мероприятиями, если вы, конечно, понимаете, о чем я. А кто-то скажет, а Ярослав, а я не хочу его возвращать, он сам возвращается. Знаешь, почему мужчины возвращаются? Потому что тебе нравится это, потому что тебе выгодно это, потому что тебе приятно, да, что он тебе что-то обещает, дарит подарочки и так далее. Потому что если бы я не захотел, чтобы ты возвращалась ко мне, я это быстро сделаю. Я просто на телефоне заблокирую твой номер, не буду поставлю смс на беззвучный и заблокирую в соцсети. И даже если ты мне будешь звонить с другого номера, я не буду с тобой разговаривать. Как только я услышу твой голос, я просто буду спокойно ложить трубку и блокировать новый номер. Все. А если я женщина и меня достает бывший, я просто попрошу у других мужчин помощи, чтобы меня защитить, чтобы меня не тревожил бывший, да. Но тут есть нюанс, да, если у вас есть дети, то тут другой вопрос, тут немножко реально это все, но сложнее, потому что тогда нельзя изолировать человека из жизни, потому что он отец общих детей. И это уже другой вопрос, да, мы сейчас его не будем подробно разбирать. Ведь мне важно объяснить, почему мужчины возвращаются. Вопрос какой? Почему они то появляются, то исчезают, то возвращаются, то еще что-то? Потому что ты, во-первых, ты позволяешь это делать в своей жизни. Что такое самооценка? Это то, на что я соглашаюсь. И если в твоей жизни то это появляется, то исчезает, значит, ты на это согласна. С тобой так можно. Ты на это соглашаешься. Правда? А если мы говорим вообще про этап привлечения, то есть у вас еще не было отношений, он то появляется, то исчезает, то вы встречаетесь, то не встречаетесь, то тут глобальный вопрос. Ему интересно только для каких-то коротких встреч. То есть для коротких встреч с тобой хорошо, с тобой ок. Для чего-то длительного и серьезного либо с тобой не ок, либо ты косячишь, либо я, в принципе, занят, женат. И я типа изображаю, что мне интересные отношения, но по-честному меня устраивает раз в неделю заняться сексом, пообещать тебе золотые горы и постоянно тебя кормить завтраками. Ты спрашиваешь, а почему мне врут? Потому что ты позволяешь себе врать. Потому что ты соглашаешься на вранье. Потому что если мне человек несколько раз что-то пообещал и не сделал, не исполнены наши какие-то договоренности. В моем понимании это не человек плохой. В моем понимании человек это тот, которому я уже не могу доверять. Потому что он уже не сдерживает свои обещания, поэтому я его не воспитываю, ему просто не доверяю. И я уже дальше делаю вывод. А мне по пути с человеком, которому я не доверяю, не верю. Понимаете? Как-то так. И ты можешь прямо с завтрашнего дня создать такую жизнь, с которой не будет мужчин, которые возвращаются. Для этого тебе нужно самой вырасти. Что такое вырасти? Повзрослеть. Что такое повзрослеть? Это принять для себя решение. А я соглашаюсь на это или не соглашаюсь впредь? Или по-честному мне выгодно это? Да, как бы мне хотелось бы отношения, но по-честному мне удобно. Он появляется раз в месяц, там дарит подарочек, мы занимаемся сексом, и по-честному мне удобно. Да, мне, конечно, хотелось бы замужем в отношениях быть, но по-честному мне удобненько. Тогда ты определись, что тебе удобно, что тебе неудобно, что тебе комфортно, что тебе некомфортно. Куда тебе, куда ты двигаешься, какие твои мечты, какая та самая яркая классная жизнь, о которой ты мечтаешь, и какой мой план. Просто важно понимать, что зачастую мужчины, бывшие, прошлые, какие-то непонятные, странные мужчины в жизни, они зачастую энергетически затратны. Они отнимают у тебя большое количество энергии, потом тебе не хватает этой энергии для того, чтобы создать новые нормальные отношения или встретить достойного реального мужчину. Очень часто вижу, когда девушка реально не завершила отношения с бывшим, она энергетически еще в отношениях. И мужчины каким-то образом это чувствуют. И, соответственно, притягиваются не те другие новые мужчины. Если подробнее важно разобраться, как же, блин, оставить нафиг прошлое в прошлом и создавать прямо сейчас и в будущем классную, выдающуюся жизнь уверенной, классной женщины с достойной, хорошей самооценкой, которую она не изображает, а которая в ней действительно есть, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Действуй. Если это видео было для тебя полезно, тогда прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на супер канал и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok